Здравствуйте! В прямом эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как предотвратить детский травматизм на дорогах? Какие правила нужно соблюдать юным велосипедистам и мотоциклистам? Об этом будем говорить сегодня в нашей студии заместитель начальника отдела управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Самарской области Оксана Кузнецова. Наш телефон 202-11-22, прямой эфир, звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Оксана Александровна. Добрый вечер. Если в целом обрисовать ситуацию с детским травматизмом и безопасностью сегодня на дорогах, то что можно сказать? Ну, конечно, не хотелось бы пугать наших телезрителей, но ситуация с детским травматизмом у нас на протяжении уже второго года постоянно имеет тенденцию к росту. То есть количество ДТП с участием детей на территории Самарской области неуклонно растет. За 6 месяцев у нас произошло 217 ДТП с участием детей, в которых пострадало 242 ребенка, и, к сожалению, пятерых детей мы потеряли. А вот если проанализировать, то какие причины? Почему нет снижения? Кажется, и профилактика, и рейды. Вы знаете, здесь достаточно, скажем так, сейчас проводим очень большую аналитическую работу и, в общем-то, пытаемся выяснить причину еще и роста достаточно высокого удельного веса. То есть если сравнивать, скажем так, Самарский регион с Российской Федерацией, с Пиворским федеральным округом, то у нас в каждом почти 14 ДТП получает ранение ребенок. В Российской Федерации это каждый 11 ДТП. То есть растет удельный вес ДТП с участием детей. В общем-то, это достаточно серьезные проблемы, которые мы, как я уже сказала, методом аналитических исследований аналитического отдела пытаемся, в общем-то, выяснить и понять, почему у нас на фоне общего снижения аварийности в области увеличивается количество ДТП с участием детей. Если говорить о летнем периоде, то, наверное, у каждого сезона своя специфика. Вот и летом, какие чаще всего ДТП с участием детей происходят? Ну, вы знаете, основной прирост и основную, в общем-то, такую негативную тенденцию, негативные цифры нам в этом году и, в общем-то, и летом в летний период, с наступлением летнего периода дают это дети-велосипедисты. То есть достаточно большое количество детей. В общем-то, это, наверное, связано, в первую очередь, с популяризацией велоспорта, с, в общем-то, с популяризацией здорового образа жизни, спортивного образа жизни. Возможно, в общем-то, двухколесный транспорт стал очень разнообразен видом велосипедов, стал, может быть, достаточно доступен. И поэтому очень большое количество детей страдает под колесами автомобилей в качестве велосипедистов. А в каких случаях, на каких территориях, на дорогах, на пешеходных переходах, где это происходит? Вы знаете, наверное, самое большое количество ДТП с участием детей-велосипедистов происходит во внутриквартальных проездах, дворовых проездов и в сельской местности. Потому что, в общем-то, наверное, достаточно сложно соблюсти правила дорожного движения, которые предписывают детям младше 14 лет двигаться строго по тротуарам и, в общем-то, соблюдать правила дорожного движения в сельской местности. И ДТП происходит, когда ребенок, в общем-то, движется по какой-то там сельской проселочной дороге, либо, как я уже сказала, мы говорим о городской очереди, по дворовому проезде, и, в общем-то, происходит столкновение с автомобилем. А что они нарушают в таком случае? Дети нарушают или тот, кто наносит удар? Здесь, в общем-то, нужно разбираться в каждом конкретном случае досконально и основательно, что, в общем-то, мы и делаем в каждом ДТП, по случаю каждого ДТП, вернее, по факту каждого ДТП, в котором получает ранение ребенок, ну, в общем-то, взрослый человек. Мы проводим достаточно большую, в общем-то, работу, при которой устанавливаем причинно-следственную связь. А типичные нарушения чаще всего? Вот, типичные нарушения. Ну, конечно, во-первых, то, что касается детей, родителям нужно объяснять, что ребенок должен быть готов к тому, что автомобиль может появиться во дворовом проезде достаточно, скажем так, неожиданно для ребенка. Ведь чаще всего попадают в ДТП дети-велоспедисты, ну, такого, наверное, среднего звена, даже чуть, скажем так, младшие школьники. Это дети с 7-12 лет. У данной категории детей, в силу их возрастных особенностей, в общем-то, в отличие от взрослого человека, несколько искажает, ну, не настолько развита психомоторная реакция, в общем-то, реакция на приближающиеся объекты. Поэтому ребенок не может оценить своевременно скорость автомобиля, не может понять для себя, усвоить, что автомобиль не может остановиться мгновенно, не может правильно оценить расстояние до приближающегося автомобиля. У ребенка, может быть, не так хорошо развито боковое зрение, то есть он видит только перед собой. Вот, и поэтому, конечно, в первую очередь, если мы говорим о безопасности детей-велоспедистов, родители должны обязательно, ну, стараться максимально больше объяснять детям правила, скажем так, безопасного движения по проезжей части, по дороге. Ну, и, конечно, не выпускать их на оживленные магистрали, на какие-то, ну, скажем так, на какие-то улицы, где есть интенсивные движения транспорта, и постоянно детям об этом говорить. Если мы говорим о водителях, когда происходит ДТП во внутриквартальном или дворовом проезде, конечно, правилами дорожного движения регламентирована скорость движения транспортного средства. Ну, даже при скорости 20 км в час, если водитель будет двигаться, если произойдет столкновение и наезд на велосипедиста, ребенок, то есть неожиданно упадет, скажем так, все равно, ну, организм ребенка, он достаточно хрупкий, ребенок получает травму. Поэтому водителям нужно двигаться с максимально низкой скоростью для того, чтобы успеть своевременно среагировать на появившегося велосипедиста юного и принять все меры, которые требуются для мгновенной остановки транспортного средства. Если мы знаем, что очень много ДТП с участием детей и велосипедистов, то должна быть какая-то профилактика информационная составляющая, чтобы это предотвратить. Вот что можно сделать со стороны ваших? Ну, во-первых, конечно, мы ведем подготовительную работу, уже много раз об этом говорилось, в общем-то, и через средства массовой информации. Перед началом летних каникул, перед началом летнего сезона у нас традиционно проходят, в общем-то, всероссийские мероприятия, и на региональном уровне они проводятся. Это конкурс «Безопасное колесо», который обучает детей навыкам безопасного вождения велосипеда, в том числе и навыкам теоретической части. В общем-то, дети у нас сначала проводятся такие соревнования, начиная с апреля месяца, совместно с Министерством образования и науки Самарской области. Мы проводим такие мероприятия на уровне районов, в школах, потом районные соревнования, дальше, скажем так, зональные. И потом у нас проходит традиционно уже много лет в Ставропольском районе, происходит финал областного конкурса «Безопасное колесо». И лучшая команда у нас представляет Самарская область на уровне Российской Федерации на российском конкурсе. Я хотела бы тоже отметить, что, в общем-то, с каждым годом наши дети выступают и занимают все более и более высокие места призовые. Если говорить по этому году, то из 89 субъектов Российской Федерации команда Самарской области заняла в этом году почетное 11 место. То есть нам чуть-чуть не хватило, чтобы войти в десятку. И причем мы заняли первое место в командном конкурсе, это теоретический конкурс на знание правил дорожного движения. В общем-то, конечно, это очень высокие результаты, но, в общем-то, вот такую работу мы проводим. И вот именно, что она проводится в преддверии начала летних каникул, для того, чтобы как можно больше охватить детей и напомнить им, как нужно правильно кататься на велосипеде и как нужно, в общем-то, пытаться, стараться избегать дорожно-транспортных происшествий. Тем более при такой тенденции, когда такой вид спорта набирает обороты, и мелодорожки, и все это делается. Хотелось бы еще поговорить о детях-пассажирах. Когда, в какие моменты они травмируются. И отдельно поговорить о приспособлениях для перевозок, потому что я знаю, что есть какие-то изменения. Хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас прямой эфир. Если у вас есть вопросы по тому, как нужно перевозить детей, про автокресло, пожалуйста, звоните. 202-11-22. Наш эксперт ответит на все ваши вопросы. Принятыми мерами профилактики, в общем-то, на протяжении уже нескольких лет, мы стабильно сокращаем количество ДТП, в которых у нас дети страдают в качестве пассажиров. И, в общем-то, по этим показателям у нас есть серьезные снижения. Поэтому, в общем-то, положительные результаты достигнуты хорошей профилактической работой, ну и некоторым ужесточением административного законодательства, увеличением административной ответственности, которая на протяжении, по-моему, уже трех или четырех лет увеличила серьезные штрафы за нарушение права перевозки детей. В общем-то, это стимулирует водителей. И за шесть месяцев текущего года у нас увеличилось количество водителей, которые нарушают, в общем-то, перевозку детей в салоне автомобиля на 13%. Но, в общем-то, здесь можно, скажем так, и провести положительную линию, положительную пролить, что у нас уменьшилось количество автоаварий, в которых дети страдают в качестве пассажиров. То, что касается права перевозки детей, ну, конечно, необходимо обязательно использовать пассивные средства безопасности для перевозки маленького пассажира в салоне автомобиля. Это, в общем-то, правила жизни, которые, к сожалению, серьезные транспортные происшествия заставляют законодателей следовать по пути ужесточения, скажем так, усовершенствования действующих норм и правил. И, в общем-то, вот такие изменения были приняты 12 июля 2017 года. Потому что было достаточно много разночтений, было много разнотолков, каким образом перевозить детей, особенно это касалось детей, которые, может быть, все у своих возрастных и, вернее, физических особенностей, ну, уже выросли из детского кресла, выросли из детского держащего устройства. Вот поэтому, в общем-то, здесь дано четкое разграничение законодателям. И внесены изменения в пункт 22.9 правил дорожного движения, который предписывает, вернее, регламентировать перевозку пассажиров в салоне автомобиля. Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на заднем сидении автомобиля с использованием детских удерживающих систем либо устройств, либо с использованием штатного ремня безопасности. То есть, если ребенок достаточно, скажем так, маленький, и ремень безопасности, штатный ремень безопасности, которым оборудованы транспортные средства родителей, не позволяет достаточно безопасно и правильно ребенка пристегнуть, то есть он проходит через шею ребенка, то, конечно, если ребенок, я уже повторяю, что если ребенок маленький, то обязательно нужно использовать детское удерживающее устройство. Это бустеры, это какие-либо адаптеры, в общем, таких приспособлений достаточно много. Если ребенок достаточно крупный, больше 152 сантиметров, и его можно пристегнуть штатным ремнем безопасности, то это не будет являться нарушением правил дорожного движения. У нас есть, на секундочку, у вас прервут телефонный звонок, ответим, а потом продолжим эту тему. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Это Горянов Юрий Григорьевич. Добрый вечер. Горянов 159. У нас такое, знаете, здесь, дорога. И кольцо вот этого. Берем мы, это Победа и Горянов. Тут такое безобразие идет. Никто не ходит, как попало. Никто на это не обращает внимания. И машины стоят в три ряда. Одна становится, вторая становится. И вот такое. Вот вам перекресток. Перекресток рядом, метро Советская рядом, а здесь путь, как бараны. Понятно. Спасибо за ваше такое замечание. Как-то можно прокомментировать? Да, конечно, можно. Я, в общем-то, поняла, о каком участке города Самары идет речь. У нас, в общем-то, пешеходы являются самой неуправляемой категорией участников дорожного движения. Но, тем не менее, в общем-то, госавтоинспекция на постоянной основе проводит профилактическую работу, в том числе и по привлечению к административной ответственности пешеходов, которые приходят в проезжую часть в нарушении правил дорожного движения. У нас только в городе Самаре ежедневно привлекается к административной ответственности порядка 100-150 пешеходов. Поэтому, в общем-то, такую работу мы ведем. И, в общем-то, надеемся, что она принесет свои результаты, положительные результаты. Если вернуться к перевозке детей, вот в случае, если молодая мама вызывает такси и забывает предупредить, что есть ребенок, там, год, полтора, два, что делать? Садиться в такую машину? Ну, такой практичный вопрос. Ну, в любом случае, конечно, нет. Этого делать не стоит. Во-первых, таким образом, перевозя ребенка без детского удерживающего устройства, если мы тем более говорим о совсем маленьких детях, которых мамы вынуждены носить, скажем так, на руках и перевозить на руках, то в случае даже транспортного происшествия, в общем-то, ребенок получает очень тяжелую травму, потому что увеличивается даже при скорости 60 км в час, вес ребенка увеличивается многократно, и мама просто раздает ребенка своим телом. А как административной ответственности в данном случае будет привлечен водитель таксомотора. Поэтому, в общем-то, обязательно нужно при вызове такси, при обращении в службу такси, обязательно говорить, что вы собираетесь совершить поездку с маленьким пассажиром. И возвращаясь, вернее, хотела бы я продолжить тему перевозки детей. Мы хорошо, вернее, достаточно подробно рассказали о том, как перевозить детей в салоне автомобиля на заднем сидении. На переднем сидении детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить только с использованием детского удерживающего устройства. То есть никакого штатного ремня безопасности на переднем сидении автомобиля речи быть не может. То, что касается... Очень много возникает вопросов, в общем-то, и у водителей, и у родителей. Поступает очень много звонков и обращений в госавтоинспекцию. То, что касается понятия, категории систем безопасности детских удерживающих устройств, детских систем безопасности, то, в общем-то, их перечень оговорен техническим регламентом, который у нас, в общем-то, приравнивается к статусу федерального закона. И там все четко прописаны технические требования, которым должны отвечать и соответствовать детские удерживающие устройства, детские удерживающие системы. Плюс для того, чтобы было более проще родителям, скажем так, сделать выбор, какой же купить детское кресло, либо удерживающее устройство для своего ребенка, на официальном сайте госавтоинспекции Российской Федерации есть перечень странички детской безопасности, есть перечень детских удерживающих систем, которые сертифицированы и которые прошли после уже сертификации, дополнительно прошли испытания специальных лабораторий. Там указан рейтинг этих удерживающих устройств. Поэтому, в общем-то, можно без проблем обратиться к официальному сайту госавтоинспекции Российской Федерации и получить, почерпнуть всю необходимую информацию оттуда. Ну, в любом случае, даже если кто-то не захочет этого сделать, ну, может быть, в силу каких-либо причин, если вы обращаетесь в специализированный магазин, который, в общем-то, предлагает различные виды детских удерживающих систем, то любой товар обязательно должен иметь сертификат. Ну, дети пострадавшие, дети жертвы ДТП – это категория понятная, но есть категория детей, которые становятся причиной ДТП. И хотелось бы разобраться в тех случаях, которые приводят, когда ребенок становится причиной ДТП. И как их избежать? Ну, наверное, не совсем верно. У нас, в общем-то, есть такой, скажем так, в нашей достаточно сложной и многообразной статистике, которую мы ведем, есть такая графа, которая, ну, может быть, как вы говорите, причиной, в общем-то, причиной ДТП, в которую попадает ребенок. То есть причиной, собственно, неосторожности детей. Мы не можем говорить вина ребенка, потому что ребенок не может быть виноват априори, потому что он ребенок. Вот, мы говорим о детской неосторожности. Но, к сожалению, в общем-то, здесь тоже нам похвалиться нечем. То есть какую бы работу мы совместно с Минобором не проводим, но у нас опять же на протяжении 6 месяцев растет количество ДТП, в которые дети попадают по причине собственной неосторожности. И в общем-то у нас таких ДТП произошло 55 с начала года. Это понятно, что в данных ДТП у нас дети являются категорией детей. Это, как я уже говорила, велосипедисты, это дети-пешеходы. Основная причина таких даже транспортных происшествий, если мы говорим о детях-пешеходах, о велосипедистах я уже подробно достаточно рассказала, это неожиданный выход на проезжую часть. Это переход проезжей части в неустановленном месте, вне зоны действия пешеходного перехода. Существуют, в общем, фиксируются, вернее, даже такие вопиющие факты, когда дети переходят на запрещающий сигнал светофора. В общем, конечно, таких фактов у нас буквально единичный случай, но вот выход ребенка на проезжую часть, в том числе попадание ребенка под колеса автомашины, когда ребенок появляется, скажем так, минуя, игнорируя скрытые так называемые ловушки. Это припаркованный транспорт, это какие-то остановочные павильоны, это, может быть, в летний период такая достаточно бурная, разросшаяся растительность. Вот, и зачастую бывает, что ребенка не видно, когда он появляется на проезжей части, и, в общем-то, ребенок становится участником даже на транспортном происшествии, получает тяжелую травму. Да, вот действительно свойственно детям, на самом деле и сама была участницей такого случая, когда ребенок вот откуда ни возьмись, вот едешь тихо, и вылетает, и бежит через дорогу, и даже вот не обращая ни на что внимания. Здесь, в общем-то, конечно, основная проблема, это обучение детей в семье, обучение детей в рамках образовательной программы, потому что, в общем-то, ту работу, которую проводит госавтоинспекция, это силами личного состава Дорожной патрульной службы, в общем-то, мы выявляем детей нарушителей, проводим, то есть инспектор ДПС может остановить ребенка, имеет на это законное право. Я хотела бы об этом тоже отдельно остановиться, потому что иногда, в общем-то, родители тоже звонят и возмущаются, почему мы его ребенка остановили, как бы нарушаются права несовершеннолетних. Ну, в общем-то, это совсем не так. В законе о полиции сказано, что сотрудник полиции, которым является сотрудник госавтоинспекции ДПС, увидев, обязан пресекать административные права нарушения. То есть ребенок совершает административные права нарушения. Привлечь его в силу возраста мы не имеем права к административной ответственности, как правило, это достаточно маленькие дети, но провести с ним небольшие профилактические... Работу узнать его установочные данные для того, чтобы потом направить информацию в образовательные учреждения и информацию направить родителям. В общем-то, инспектор ДПС имеет полное совершенно законное право, и это в первую очередь делается для безопасности ваших детей. Поэтому, уважаемые родители, вы должны об этом помнить и понимать. И плюс еще работа, которая должна вестись и проводится в Министерстве образования и педагогами школ. В общем-то, мы по итогам каждого месяца направляем соответствующие информационные письма, анализ Министерства образования и науки Самарской области, для того, чтобы проинформировать по основным причинам ДТП, для того, чтобы могли сказать, напомнить, на что нужно обращать и уделять особое внимание, в общем-то, при проведении классных часов с детьми, при нахождении детей в образовательном учреждении. И, в общем-то, одним из таких предложений было, в общем-то, остается уже на протяжении нескольких месяцев, но если мы говорим о школьном, об учебном периоде, это небольшие пятиминутки по правилам дорожного движения, для того, чтобы педагоги, в общем-то, в любом случае, особенно детям начальной школы, напоминали основу безопасного движения, о том, как правильно переходить в проезжую часть, о том, что нужно быть внимательными. В общем-то, там есть достаточно такой, ну, простой, но понятный для детей перечень рекомендаций. В общем-то, мы рекомендуем настоятельным педагогам такую работу проводить. Ну, не за горами начала нового учебного года. Хочу услышать ваше мнение. Если школа находится все-таки через дорогу, стоит родителям или там бабушкам, дедушкам провожать ребенка до школы и встречать его? Или можно в какие-то моменты доверять своему ребенку? Вот как правильно? У детей начального возраста, если у вас ребенок идет в первый класс, может, даже второй, третий, то есть начальной школы, я неправильно сказала, начальной школы, обязательно детей нужно провожать и встречать. Нужно несколько раз пройти с ребенком безопасный маршрут. У нас, в общем-то, уже на протяжении многих лет в каждой школе Самарской области существует паспорт безопасного движения детей, паспорт дорожной безопасности, в который включена схема безопасного маршрута. То есть это основные пути подхода к школе, к образовательному учреждению, на которых четко указаны тротуары, прописаны все объекты уличной дорожной сети, светофорные объекты. И, в общем-то, каждый родитель может с этим маршрутом ознакомиться и обязательно несколько раз с ребенком пройти этот маршрут, проговорить его обязательно. Потому что бывают трагические случаи, когда водили-водили ребенка, потом бросили это дело, и вот именно в этот момент ребенок попадает под машину. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло. Да-да-да, говорите. Здравствуйте. Это улица Невская, 5. У нас сейчас идет реконструкция пешеходного тротуара. И заложим переход напротив госпиталя. Перехода этого нету, там газон. А по этой улице, по улице Невской, с метро и другие школы идут по улице Невской в школу 68-ю спортивную дети. И какая там еще, 41-ю школу. И получается, что по грязи приходится переходить. Знак стоит переход, а перехода нет самого, а реконструкция идет в другом месте. Понятная ситуация. Получается, что ребенок и пешеходы идут по проезжей части. У нас больше не слышно, у нас все отключилось. Есть, есть. У нас получается, можно еще раз уточнить, у нас получается, что пешеходы идут по проезжей части или по газону? Нет, они идут вдоль забора госпиталя сначала, все нормально. А как подходят к приходу, приходят, чтобы на наш тротуар перейти, тут газон у них, у госпиталя газон. И они, им приходится через, вот мы же из этого дома, мы туда что только не бросали. Лон со временем лечает, и поэтому там, ну нельзя проходить, там грязь. Я поняла ваш вопрос. Я не вдоль забора. Я поняла вопрос. Ну, в общем-то, к сожалению, здесь какая может быть рекомендация? Ну, по данному участку нужно будет дать поручение начальнику госавтоинспекции города Самара. Мы посмотрим, какая там схема организации дорожного движения для того, чтобы понять, насколько там явно вот такие нарушения, и когда закончится реконструкция. Но то, что касается вообще уличной дорожной сети городского округа Самара, в общем-то, мы прекрасно все видим, передвигаемся по дорогам нашего мегаполиса, понимаем, что идет достаточно большая сейчас работа, обустройство, вот, и которое вызывает, в общем-то, не только для пешеходов, но и водителей временные неудобства. Вот, но госавтоинспекция на постоянном контроле находится схема организации движения, в том числе временного движения при производстве, реконструкции, ремонта, в общем-то, каких-либо участков уличной дорожной сети. Мы постараемся и стараемся, в общем, как можно оптимизировать пути движения пешеходов и пути передвижения транспортных средств. Но по данному участку мы обязательно посмотрим, какой там можно решить, в общем, каким образом можно этот вопрос решить. Еще такой вид транспорта, как мопеды и скутеры, насколько высока аварийность? Сколько лет вообще можно управлять этими транспортными средствами? Есть какая-то информация? На мопеды нужно получать водительское удостоверение категории М1, и направлять данным транспортным средством разрешается по достижению 16-летнего возраста. Вот, поэтому, в общем-то, на это тоже хотелось обратить внимание. В первую очередь, опять же, обратиться к родителям, которые покупают своим детям дорогие игрушки, ну, в общем, достаточно дорогой вид. Вот, и зачастую дети также у нас получают травмы в качестве водителя мопедов и скутеров. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы вы понимали о том, что, в общем-то, разрешая своим подросткам, которые, детям, которые не достигли возрастного порога для того, чтобы убрали транспортным средством, понимать, что вы, в общем-то, подвергаете их жизни серьезной опасности. Послушаем телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Я так понимаю, что идет разговор о левоповоротном движении? Да, да, да. Там вторая полоса была, и было сужение, и мы раньше, да, поворачивали налево, и попутное движение осуществлялось по правой полосе. Сейчас делали разметку сплошную и поставили нас прямо. Ну, в общем-то, не совсем мне понятен вопрос в плане, как бы, может быть, некого там негодования и возмущения водителя. Я так понимаю, что, в общем-то, мне сложно комментировать. Я плохо представляю себе этот участок. Но, тем не менее, такие вопросы, в общем, достаточно часто поступают, в том числе и от жителей города Самары. Механизм их отработки. Механизм отработки. Ну, в общем-то, в любом случае, любая схема организации дорожного движения, в том числе и, в общем-то, нанесения разметки, она направлена на сокращение количества дорожно-таспортных происшествий, на снижение аварийности. Левоповоротные столкновения – это наиболее частый вид дорожно-таспортных происшествий, который фиксируется в том числе и на дорогах регионального и федерального значения. И поэтому, в общем-то, существующая схема организации движений, как в городах, так и, в общем-то, и на автодорогах, они стараются максимально исключить левоповоротные движения. И для того, чтобы, я так понимаю, в данном случае повернуть налево, нужно проехать до ближайшей, ну, в какое-то расстояние проехать дальше по прямой, где будет соответствующий дислокате дорожных знаков разрешено либо развернуться, либо повернуть налево, и это, в общем-то, делается только для безопасности дорожного движения. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Владимировна. Я живу на Димитрово. Вынуждена с дачи ехать вот по Ташкентской, поворот направо, и потом по улице Сильна. Вот вчера ехала, вы знаете, вот всех нас так, ну, не сказать трясло, а просто ужас какой-то. Столько автобусов там ходит. И я вот уже сколько, половину лета езжу, и даже никто не озабудится тем, чтобы покрыть асфальтом вот эти ямы, кочки. Ну, невозможно просто. Можете вы такой вопрос решить. Вот это. Вопрос о реконструкции. К сожалению, почему-то большинство звонков у нас поступает на сегодняшнюю программу, которая касается реконструкции уличной дорожной сети. В общем-то, у нас тема была заявлена, сколько я понимаю, о профилактике детского травматизма. А ямы дороги, это, наверное, в общем-то основная проблема. Ну, хотелось бы тоже сказать, в общем-то, то, что касается реконструкции, то, что касается организации дорожного движения, то в соответствии с федеральным законодательством ответственность за это несут органы местного управления. То есть это администрация городского округа Самары, Министерство транспорта и автомобильных дорог, и собственники региональных дорог. Поэтому, в общем-то, все вопросы по обустройству уличной дорожной сети нужно задавать именно в органы местного самоуправления и в собственникам дорог. Госавтоинспекция в данном случае, в данной проблематике выступает как надзорный орган, который фиксирует, выявляет нарушения в содержании эксплуатации уличной дорожной сети и соответствующим образом контролирует своевременный, качественно проведенный ремонт, реконструкцию и так далее и тому подобное. У нас буквально чуть больше минуты. Про мотоциклистов хотелось бы спросить у вас. Какие-то акции, мероприятия сейчас проводятся для того, чтобы повысить безопасность именно вот с этой категорией водителей? Вы знаете, то, что касается водителей двухколесного транспорта, если мы говорим о мотоциклистах, то у нас на протяжении шести месяцев, ну, мы, конечно, говорим, шесть месяцев некорректно, в общем-то, сезон такой благоприятный только-только установился, у нас, в общем-то, наблюдается тенденция к сокращению количества ДТП с участием мототранспорта. Вот. Основная проблема, которую создают мотоциклисты, в первую очередь, конечно, жителям спальных районов, это ночные гонки. И поэтому, как бы, хотелось, конечно, в первую очередь, обратиться к водителям мототранспорта, если они нас слышат и слушают. Ну, в общем-то, нужно давать возможность людям в ночное время отдыхать и не устраивать ночные гонки. А за это есть административное какое-то наказание, вот если поймают человека, который нарушает... Достаточно сложно установить превышение, скажем так, шума, должны быть соответствующие шумомеры. Но в то же самое время нарушение выявляется в плане превышения скоростного режима. Мы же прекрасно понимаем, что если мотоциклист шумит, значит, он едет с очень большой скоростью. Спасибо большое за такую важную, интересную, полезную информацию. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.